Сегодня в программе неприятие публикой, неожиданное для автора, апологетики в адрес Юрия Дудя. Сегодня в программе, как наши звезды устроили пир во время чумы, прикрываясь сакральным праздником Масленицы. Сегодня в программе решения, принимаемые самими детьми о смене пола с потрафления и потакания родителей. Сегодня в программе много всякой всячины, говорящей о том, что мир погружается во мрак. И супротив этого всего только один человек пока. Ведущий программы каково? Меня обрадовали, конечно, цифрами, что выпуск «Давишни» последний по времени пользовался бешеным успехом в Эстонии и почему-то в северной части Лаоса. А где остальные части суши? И даже воды я ее все ебал. Где лайки, подписки? Где вот обещаны этими людьми, чьи имена я не успеваю воспроизвести, миллионы орды новых глашатаев истины, моих новых неофитов? Мне нужно 500 миллионов. Мне нужны эти люди, чтобы спасти этот мамоебанный мир. Извините, я просто кривляюсь. Подписки и лайки. Вы имеете честь общаться с Атариком Колченогим Кушанашвиви, наивно полагающим себя величайшим борцом с миром инфернальности. Программа называется «Каково?» Это программа для тех людей, кто принципиально не хочет становиться скотиной. Я понимаю ваше недоумение по поводу того, что ту или иную тему, например, того же Дудя, я не разрабатываю на экране в течение 45 минут или олимпийского цикла. Я понимаю ваше возмущение, когда вы считаете, что резоны, приводимые мной в освещении той или иной темы, слишком фигуристы, цветисты, недоступны пониманию без обращения к Гуглу или каким другим источникам. Но эта программа специально блюдет такие законы, чтобы успеть сказать обо всем самом насущном. Все, что меня возмутило на этой неделе, укладывается в три слова. Я не понимаю. Я не понимаю, почему, когда я хвалю Юрия Дудя, героя нового поколения, героя новой эпохи, это вызывает у вас подозрение в том, не утратил ли я своей былой боевой мощи, принесшей мне успех даже в Венесуэле. Вы полагаете, что если я выступаю с апологетикой в адрес того, кто теперь совсем недавно расширил свои представления о мире и сам пытается найти ответы на вопрос, победит ли нас зло с помощью, например, фильма, посвященного сталинским репрессиям, вы полагаете, что если я выступлю со здравицей в адрес этого человека, я поступлю с принципами. Нет более идиотического подхода к делу, нет более идиотического понимания той миссии, которую я осуществляю в кадре. Мне кажется очень важным вот что. Мне кажется важным, что мир, где теперь маркировать нужно добро и зло, где эти оба понятия смешались в одну амальгаму, и непонятно, где заканчивается одно и начинается другое, Юрий Дудь, которого я знал в давешние времена, просто как парня, интересовавшегося, сколько же наколотит мячей, Месси или какой долгой будет карьера братьев Березуцких, вдруг выступает в ипостаси мальчика, мужающего на глазах и задающего себе вопросы. Кто мы? Зачем мы здесь? Почему случился Беслан? Почему в 37-м году люди по ночам боялись шороха? Почему они боялись дышать? Если парень в 2020 году задает с такими вопросами, неужели вы наивные головы полагаете, что я пропущу это мимо своего внимания? Если даже, теперь внимание, принципиальная оговорка, вгоняющая моих недругов кататонический ступор. Если даже Юрий Дудь не примет сведению мои добрые слова, значит таков Юрий Дудь, значит таково его отношение ко мне. Это не помешает мне говорить хорошо о людях, которые заслужили этого. Освещать свой путь к концу тоннеля, вести за собой своих ровесников, это дорогого стоит. Портал ставка.тв. Переходите по ссылке в закрепленном комментарии. Это социальная сеть для прогнозистов. В том числе, вы не поверите и для меня, где вы можете делать ставки, где вы можете выигрывать баба лосс и где вы можете даже оскорблять безнаказанно меня. Андрей Малахов является моим товарищем. Закадычным другом я его назвать не могу, но своим товарищем назвать могу. Мы многое пережили вместе. У меня, конечно, было больше падений, нежели у него. И то только потому, что я больше долбоеб по натуре. Я больше алкаш по натуре. И я был Евгений Кузнецов, у которого случилась осечка в карьере, меня поймет. Я был нюхачем больше, чем Андрей Малахов. Подозреваю, что он даже не знает, что такое эта гадость. В силу неровности моей натуры у меня было меньше взлетов. У него один стабильный, не считая истории с Первым каналом, одна радуга Вольтова, вытянутая с момента, когда он родился в городе Апатиты и появился в городе... Это конец радуги. Вот приземлился прямо в Москве. Но, тем не менее, он позвал звезд... Покажите, пацаны, эти кадры. Он позвал звезд к себе в гости. Когда-то давным-давно, как Герцог и Огарев на Мамоебанных Воробьевых горах, мы поклялись... Ну, не поклялись формально. Мы договорились, толковались. И не говоря об этом легитимно, что мы не будем выставлять на показ свою жизнь, которая так или иначе, даже в дни, когда мы не получаем больших денег, выгодно отвечается в смысле материальности от тех, от вас, от большинства из вас в сторону большего благополучия. Для кого секрет, что Анфиса Чехова живет лучше своих ровесниц? Для кого секрет, что, может быть, по-прежнему нюхающая Бочкарева живет лучше, чем ее ровесницы? Для кого секрет, что любой публичный человек живет лучше, чем представитель его народа в Твери, в Комсомольской-на-Амуре или в Хабаровске. Ну, давайте будем уже взрослыми людьми, а мы с дедомов. Любой хуй или любая пизда из шоу-бизнеса живет лучше, чем все-все, кого она называет, я люблю вас, не вижу ваши культяпки и так далее. Когда в зале три человека, двоим я насильно всучил билеты. И понятно, что мы живем лучше. Мне кажется, внимание, это принципиальная оговорка, подозреваю, что ее будут обсуждать всю неделю. Публичный человек не должен, не то чтобы бравировать своим достатком. Покажите еще раз, как проводят по чертогам. Я не узнал голос за кадром, кто это все снимал. По-моему, одна из очень дорогих мне сосущих голов, которого я встречу наверняка на днях на площадке у того же Малахова. Мы не должны показывать во время чумы свои дома из мрамора и золота. Люди не должны показывать, как они провожают Масленицу. Масленица – причащение к святому, к светлому, к тому, чтобы во всем мире наступило демократическое трактование единства и равенства. Масленица – один из тех праздников, если я правильно, будучи грузинским чабаном, понимаю его суть, в единении людей, когда человек смотрит эти кадры и говорит, ахуеть, блядь, и эти люди, блядь, каждый год жалуются, что налоги высоки. Получают трешку за долбежку в жопу. И еще говорят, с нас взяли 4 доллара. И у людей не то, чтобы идет синкразия ко всему, что связано с такими, как я. У людей непонимание, что же вы, уроды, делаете. Мы живем, беря в долг, беря в долг, беря в долг, беря в долг, едва-едва распытываясь с тем долгом, с тем долгом, перебиваясь с хлеба на квас, а вы устраиваете вот такое. Но мало ли кто приходит в гости. Я понимаю прекрасно, что хочется открыть нараспашку двери, но можно это сделать в таком помещении, помещении, где портрет поэта Брюсова работы Пидармонкина 1768 года, блядь, который, блядь, на аукционе Сотбис должен быть продан за 7 миллионов долларов, не бросался в глаза. Можно это сделать так. Мы поднимаем свой бокал за наших дорогих людей, эти блины вынести на улицу и раздавать их прохожим. Можно так. Можно делать так, можно делать по-всякому. Но нельзя показывать, вот он, вот как я живу. Я думаю, что Андрей достаточно умный парень, чтобы не изобидеться на меня из-за того, что это шов, по крайней мере, выложено в публичное пространство. В публичном пространстве может происходить все, что угодно. Например, вытирать можно ноги теперь моего друга, Андрея Григорьева Аполлонову. Он вам не Женя Осин. У Андрея Григорьева Аполлонову случилось горе, тождественное горе под названием утрата родственника. Его жена ушла к другому парню. Ну, не будем даваться в анатомические подробности, что она уже понесла от того парня. А вы представляете, что такое быть отцом двоих детей, вести переговоры по возвращению жены? А жена тебе говорит, я бы и вернулась, но я уже на 27-м месяце, из меня вот-вот волкодав вылетит. И Андрей Григорьев Аполлонов, пригубивший, назовем это, в масштабе пьющей страны, стал героем, желающим только этим питаться, каналов, желающих только этим питаться. Теперь его зовут гости, чтобы показать, каким у него стало изможденным, потасканным лицо. Знаете, как происходило с Женей Осиным? Может, он и не хотел столько пить, а он потом стал делать так. Ах, вы считаете, что я алкаш? Я, сука, блядь, буду пить, чтобы доказать вам, что это правда. Вот назло вам буду пить. Вот вы равняете меня с Даной Борисовой и Крисом Кельми. Да, не Борисовой, я желаю, разумеется, только здоровья. Но когда ты человеку, в Грузии существует эта пословица, говоришь, ты свинья, ты свинья, ты свинья, человек начинает хрюкать. Такова природа человеческая. Андрей Григорьев Аполлонов, вспомните хотя бы, суки вы неблагодарные, тварь вы, блядь, без памяти. Какой он был, когда кудрями вас покоряя, делал вид, что поет всю карьеру, делал вид, что поет песню Тополины Пух. Где у него там мечтатив? Маленькое счастье. Ну, блядь, это же наш Андрюха. Руки прочь от моего друга. Он переживает боль. Может быть, он показался вам пьяным со среды на четверг. Но я не дам вам его растоптать. Я не дам вам выставлять его. По крайней мере, я постараюсь не дать вам растоптать его и выставить его нелепым хуйлом, который не знает границ саморазрушений. Он вам не Микки Рурк. Он сочинский парень, который напоминает нам о том, каким обаятельным может быть любой русский парень, если он хуярит только три раза в неделю. Что до Кубка Легенд, мне мои пацаны говорят, что это дела давно минувших дней. Нихуя. Нихуя. Там была девушка. Я возвращаюсь к девушке. Девушку, красивая девушка. Вот пусть найдите эту девушку, притащите к монитору. Здравствуйте, Саша. Александра, здравствуйте. Вы арбитр ФИФА. Не ФИФА себе, блядь. Вы арбитр ФИФА. Как бы вам потоньше эту мысль выразить, потому что Борис Грачевский, бессменный директор Яралаша, делает мне замечание по поводу обсценной лексики. Как еще, Боря, донести до нее? Александра, вы судили финальный матч Кубка Легенд, который вошел теперь в аналы и в анальность тоже русского развлекательного телевидения. Надеюсь, ты на Канделаки смотрит это каждую ночь, пересматривает. Ибо случилось торжество суфрашизма. Девушка обосрала всех гостей, и из-за нее мы выставлены над диким посмешищем перед всем миром. приехали люди. Это не Лига Чемпионов, Кубок Легенд, где люди давным-давно или недавно покинувшие большой спорт вроде Тихонова, превратившегося в какого-то терминатора из Бишкека номер 9, хамившего гостям. Этот турнир, который должен показать, что уровень жизнелюбия согласно уходу и синхронно с уходом из спорта не теряется, а воля к жизни, к тому, чтобы держать себя в тонусе, наоборот, геометрическая прогрессия растет. Что сделали наши люди, поддакивая Александре Никифоровой, вдруг заявившие, что российские спортсмены одержали победу. Что они сказали? Что они сделали в итоге? Мало того, что ладно, Андрей Воронин к нам будет ездить, Андрею Воронину больше некуда ездить. Андрея Воронина нихуя больше никто не зовет. Киев его считают ренегатом за то, что он водится с нами, с умой переметной. Там он только под прикрытием и с моей маской на лице у себя на родине. Куда? Но когда вы зовете людей с мировым именем, этого итальянца с одиозной репутацией, начинаете ему хамить, приписываете ему бабские поступки. Ну что с вами такое? Что за хуй в голове, блядь? Чтобы вы сделали все, чтобы на следующий кубок легенд приехал только тот, кто априори будет кричать, а лень, ничего, дай отсосу. Дай, блядь, ты гений. Вот, победили все. Давайте тогда не играть. Пусть вам шлют телеграммы, что вы великие игроки. Пусть. Но гостей нужно привечать. Anybody понимает меня? Александра Никифорова. Вы очень молоды. Судя по виду, вам 47 или 52. Вы очень-очень молоды. Вся жизнь перед вами. Вы опозорили мою страну. Если вам кто-то отчетливо не сказал, повторяю, вы опозорили мою страну. Я хотел бы посмотреть вам в глаза и спросить, как вы себя чувствуете, нахуй, блядь? Как рафинированная, как, блядь, девушка, какой-то игрок сказал плохие слова. Потом оказалось, что это выдумка, поклеп, блядь. Зачем? Это был праздник. Это был праздник для людей, блядь. Суфражистка, ты хуй, блядь. И под конец нашего вещания хочу сказать вам, что ведро, которое предназначалось для избавления от говна, я давно не использовал. Хочу вам ответить на вопрос и Камила Гаджиева, Маши Погребняк, Леры Кудрявцевой. Понимаете? Если бы даже Лены Лениной, сделавшая вид, что она честно вышла замуж, хотя она увидела этого псевдоебуняру за пять минут до эфира. Издательский дом-собеседник, Оригитея, где мою рожу приведут в порядок. Быть живым – это и значит быть счастливым. Все это понятно. Вот чтобы построить Алекс Манукян, Минтья Фомин, Денис Матросов актер, вот чтобы построить одно предложение, одно, не подглядывая в бумагу, как наши звезды, даже во время Масленицы, мне приходится каждую неделю, каждую неделю, вот каждую неделю, вот смотреть вот это, блядь, вот блядь, слушать нахуй вашу молодую потаскуху, не будь, нет, не потаскуху, вот это, блядь, вот это, блядь, что продюсировал Стивен Спилберг, сериал «Общественная мораль». Бегите! Мораль всей программы такова. Стихами Русакова закончу ее. Извините за экспансивность. Дальше будет хуже. Посвящается Александре Пономаревой, арбитру ФИФА. Надежды мало, ну вдруг что-нибудь поймет. Стихи Русакова. Ну вот, я старичок-боровичок, хозяин жизни узкого формата, а на такой занятный пустячок, оставшийся от курса сапрамата, я в мире ничего не изменил, да он и не просил меня об этом, знай, голосил под разный хлор винил, а после перекинулся к кассетам. Потом, потом я перестал следить старение, труд, работа по разметке, то учишься не падая ходить, то простатит и гнусные таблетки. Я жил, дурил, искал посильных благ, желательно, заслуженных, но все же. И вот теперь... Блядь! Блядь! Послушайте это! Юра, дуйте нахуй! Послушай! И вот теперь сворачиваю флаг. Спасибо за обещанное. Боже! Смиренность. Жизнь не удалась, но ты не можешь никого винить. Спасибо за обещанное, Боже! Спасибо тебе за это! Увидимся ровно через неделю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...